Когда вы для себя обнаружили, что есть изнанка у вашего выбора? Сразу, почти где-то через годы 3-4, когда детская эйфория прошла, пошло взросление, стало сложно. Но мама была настолько против моего решения, она настолько была против моих желаний, что я понял, что я не хочу ей проигрывать, и я должен просто доказать, что не она права, а я прав. У меня с ней всегда было, если мама говорила, что надо сделать так, ну точно я так не делал. Я был настолько не маминкиным сынком, что... Она захотела быть захороненной в Тбилиси. Ну да, как бы... Я читал, что вы ее повезли. Повезли что имелось в виду? Прах я повез, потому что 94-й год был, шла война, вообще тогда летала... вернее, война только закончилась. Летал один самолет в сутки, потому что не было топлива, в Грузии не ездили машины, потому что не на что было купить бензин. Газа не было, света не было, воды не горячей не было, вообще было, не дай бог, никому. Понимаете, когда вы вдруг попадаете в один из самых райских городов мира, пышущий благополучием, красотой, и вдруг вы попадаете в пепелище, когда разрушены здания, когда люди сидят со свечами постоянно и свечой экономят, когда в дом, в котором все ломилось от достатка, вдруг вам подают кипяток, потому что просто нет заварки, где стены обиты шелком и арабесками с усальным золотом, а нет горячей воды, и нет заварки. Это страшно. Вы сидите на антиквариате, фамильном 18 века, все вокруг вас, обстановка Людовика XIV, это все очень неприятно было видеть. Я вот тот период вспоминаю очень-очень-очень так тяжело, и... Понимаете, вот если бы в моей жизни каких-то таких не было контрастов, то, наверное, я бы относился ко многому по-другому. Я просто знаю, что такое нищета, я знаю, что такое последствия, слава богу. Войну я просто вот увидел чуть-чуть издалека, что я... Война имеется в виду в Абхазии? Ну, а почему? Она в Грузии была, ведь там же один режим сменялся, ну, сметался другим, и там на Руставели были бомбежки, дом правительства был полностью почти сожжен, ну и так далее, там полпроспекта. Ну, это все было очень трагично. Добрый день, друзья и недругие. Одним из самых интересных собеседников я числю Николая Максимовича Цискарицы. Я основываюсь на собственном опыте, то есть, из самых интересных собеседников, с которыми мне приходилось общаться. Почему? Говорил уже это, повторю. Дело в том, что у всех социально значимых есть некий набор историй, штампов, клише, таких вот рабочих баек, на которые они всегда воспроизводят. Более того, очень многие мои коллеги как раз предпочитают не искать что-то новое, не докапываться до какого-то эксклюзива, а идти вот по протоптанной дорожке, зная, что эти истории хорошо воспринимаются зрителям. Так вот, чем хорош Николай Цискаридзе? У него всегда есть иная трактовка даже тех историй, которые он уже рассказывал, то есть, даже если возвращаясь к тому или иному эпизоду из его биографии, или упоминая что-то или иное имя, он всегда рассказывает что-либо новое, либо под новым ракурсом. И он из тех собеседников, который говорит на любые темы, в том числе и некомфортные, и никак не обозначает свое отношение к этому. То есть, он не только профессиональный телевизионщик, как человек, который умеет вести шоу, как вы знаете, и брать интервью, он не только блестящий рассказчик, он еще и человек, который очень хорошо понимает законы жанра. А вот ностальгия есть, кстати, у вас? Никакой. Серьезно? То есть, не хочется даже? Нет. Но это же азарт, когда тебя любят, наверное. Меня и так любят. Рукоплещут. Ну вот, вы знаете, да, что мальчик нескромный. Мальчик, знающий себе цену. Да, да. Нет, мальчик, вовремя понявший себе цену и понявший, где эта актуальна цена. Вы понимаете, в чем дело? Одно дело, когда вы вот так все время ходите и упиваете сам от себя, ну, конечно, это сумасшествие. Ну, а когда вы понимаете, что в своей профессии вы все равно самый-самый-самый-самый, но эта профессия в определенных условиях, в определенном здании, при определенных, ну, каких-то таких стечениях обстоятельствах. А дальше, вот когда эти обстоятельства заканчиваются, ты просто человек, тогда нормально, тогда крыша сохраняется. Но просто, когда заходит речь о балете, конечно, о театре, тут, I'm sorry, надо всем отодвинуться. Я все равно сделаю так, как надо, и вот. А остальное, ну... Следующий экспонат. Смотри, какой красавчик. Нихуя себе! Смотри, какой классный! Я бы себе дала. Подожди, 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 подожди. Давай, давай, сходи, сходи. Быстрее, быстрее, пока не еще. Огромненько. Вот так, вот. Еще чуть-чуть сюда. Сюда, сюда, сюда еще. Вот, вот так. Ага, да, есть. О, классный. Слушайте, супер просто. Номерочек свой ставьте, скажем так. москвичи они вот когда говорят там питерской интеллигенции до настоящей питерской интеллигенции далеко до настоящей московской интеллигенции просто ее вывели и уничтожили вот но понимаете вот что еще было номенклатурность поменялась очень сильно все-таки вы не забывайте я вырос в очень номенклатурной школе чуть старше меня училась внучка генсека андропова чуть позже меня училась внучка генсека горбачева мы были школа номер один в советском союзе каждый служащий у нас был сотрудником или осведомителем у нас не было простых педагогов у нас не было простых людей все ну как бы я не беру балетных хотя половина этих балетных тоже служила на систему потому как бы вы поймите мы были привилегированные дети начиналось все с нас а потом вот все школы мира в советском союзе как бы да потому как бы понимаете сейчас наблюдая детей так скажем номенклатурных ну они сильно отличаются от тех они совсем другие они на понтах они на все на нюансах на айфонах машинах и бог знает чем и конечно с простыми детьми которые там учатся их очень мало московское училище практически нет нормальных детей это это туда не попасть нормальным детям но их очень мало но они очень как бы нищие по сравнению с тем что делается вокруг это поясните они же не нищие в материальном с материальным плане неразим по и конечно нищие конечно нищие и очень удивительно лучше смешно дочка нынешнего ректора московского училища анечка леонова она моя крестная дочь я ее крестил еще когда никто не знал что ее мама станет ректором когда-то что я стану ректор но был 95 год они заканчивала школу и так смешно выпустилась у нас одна девочка сейчас напрямую балерина большого театра и в питере у меня как бы я был уже ректором ну и что там они возмущались почему опять ленинградку взяли дают роли ну потому что они лучшие мы лучше учим что сделать я не говорит я бы ну понимаешь у нее греющие родители непростые как бы вы не очень возмущаетесь потому что опасно так язык распускать она говорит непростые учились в питере что я гну понимаешь они настолько непростые что они и так знали что она попадет большой работа лучше работать лучше работа в мире прозвучала фамилии цискоридзе я могу не зацепиться за это и не узнать насчет вот говорят же он будет директором да вы считаете он подходит для этого же коля самый удивительный как бы персонаж в нашем балетном мире смысле во всех смыслах он образован он профессионален у него есть какие-то идеи я просто знаю что в течение пяти лет балетом в париже руководил рудольф нуриев тоже очень непростой персонаж и на сегодняшний день это был лучший период в истории гранд опера то есть я честно скажу я не против того чтобы николай попробовал себя на другом поприще я ему очень доверяю как профессионалу очень доверяю как человеку который проработал большом театре всю свою жизнь поэтому для меня это вопрос будет только поддержать его и помочь если ему это понадобится неполит корректно но без злого умысла иронично но без сарказма